Данелья Тулешова! Я не думала, что вы так слышна, думала, спою иду. Я могу сказать с полной уверенностью, что это было самое-самое лучшее интервью. Елемездын Махтаныша Данелья Тулешова! Данелья Тулешова! Данелья Тулешова! Данелья Тулешова! У меня, кстати, уже третий такой большой медведь. Самый большой у меня был, когда мы были на какой-то из премии, мне подожили просто еще больше, чем эти цветы. Больше, чем вы, наверное, даже, да? Да, намного больше. И мы его и везли из Астаны в Алма-Ату, представляете? Из Астаны в Алма-Ату? Наверное, отдельно билет покупали на самолет, наверное, еще нет? Нет, к сожалению, нет. Он где-то, я не помню, где летел. А этот, Мишка, понравился? Да, понравился. Он посимпатически, ну, как бы, в одежке. В одежке, да. А тот голенький был. А тот голенький, да. У вас, понимаете, просто канал Хабар, понимаете? Ага, одевать все надо. Ну ладно, он да. Да, вот, пожалуйста, вот так можно делать. Все прежде делается. В общем-то, Данелия Тулешева. Да. В общем-то, друзья, жақында, біздің Данелия Тулешева Америка қурама штаттарында өтіп жатқан Америка қурама штаттарында. Ворлдс Бест сайсында өнер көрсетті. Естеріңіздегу, көрдіңіздегу, е? Баарлығымыз. Баарлығымыз көрдіңіздегу, жладығы, көлдіңіздегу, қуандыңіздегу. Оса эмоциялару үшінзіңізге үлкені Рахмет. Спасибо вам за эмоции, которые вы дарите. Спасибо большое, мне очень приятно, спасибо. Нам действительно приятно. Ну, рассказывайте. Нам жутко интересно, как же там все происходит. Вообще, The World's Best — это шоу, куда приглашают лучшие таланты, исполнителей, артистов, актеров, акробатов, фокусников. То есть всех-всех-всех-всех-всех. Многих из них, я думаю, многие знают, потому что у них также очень много просмотров на Ютубе. В общем, там все самые-самые лучшие. Я безумно рада, что меня туда пригласили. Я была в огромном шоке. Ну, то есть целых два представителя нашей страны. Да, вторую стадию мы прошли с Димашем. И, на самом деле, сначала, когда я узнала то, что он со мной участвует, я немножко расстроилась, потому что мы все-таки с ним хорошие друзья, и конкурировать с друзьями тоже не хочется. Но также мы были очень рады, что друг друга увидели. И также это огромный опыт участвовать с такой звездой и с таким профессионалом, с таким невероятным чудом, как Димаш. А вы... Намечательно. А в Казахстане вы часто видитесь с Димашем? Нет, мы, кстати, видимся на некоторых концертах, иногда вот на таких проектах. Но вообще мы редко видимся, вот, потому что он все-таки не этот, он мировая звезда. Нет, да. Вот такие вот мы казаки. Чтобы увидеться с друг другом, мы едем в Соединенные Штаты Америки, друзья. Он самый лучший, он самый-самый-самый лучший, и я всегда буду считать моим айдолом, можно сказать, потому что на него надо равняться. Спасибо. Поподробнее расскажите, пожалуйста, про этот конкурс. Этот конкурс появился в этом году или... Нет, это совершенно-совершенно новый проект, и мы до конца не знали правила игры, что там будет. Ой, правила игры, да, правила игры, правила конкурса. По сути, это игра тоже. Ну да. Но когда я услышала слово Америка, когда мне предложили, я сразу такая, да, 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 конечно, конечно, конечно. Я даже не расспрашивала, сразу услышала слово Америка и еду. Мы посмотрели, поискали, в гугле забили имя Данелия Тулешева. Мы просто поражены. Насколько талантлив этот человек? Вы занимались гимнастикой, да? Да, занималась давно, сейчас пытаюсь восстановить, пока что не очень получается, с трудом. Но потом, после усердных тренировок, думаю, сяду опять на шпагат снова, как в те времена, свое время. Ну, поверь, у нас тоже поначалу не получалось, сейчас мы спокойно садимся, у тебя получится, поверь. В те времена, в прошлом году в Одессе. То есть вы занимаетесь гимнастикой, пением, учебой? У вас вообще в свободное время имеется? Вообще, я сейчас не занимаюсь гимнастикой, я просто как обычная девушка занимаюсь спортом дома. И пытаюсь сесть на шпагат, чтобы, ну как бы в Америке же нужно танцевать, садиться на шпагат, как Ариана Гранде. Мне нужно тоже садиться на шпагат. То есть Ариана Гранде – это тоже один из ваших ребелов? Да, мои кумиры – это Димаш, Ариана, Бейонси… Бейонси, так сказать странно… Бейонс… Бейонс вообще можно так сказать. Бейонс… 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 Ну это мои три кумира, у каждого свои особенности, которые я хочу также иметь в себе, в своем репертуаре. Вы знаете, очень радует то, что в этом ряду, в ряду таких известных мировых звезд все чаще и чаще упоминается Димаш Худайберген. Это, я думаю, огромное достижение. И мы очень надеемся, что в ближайшем будущем мы будем слышать среди таких громких имен еще и замечательное имя Данелия. Спасибо, спасибо, я тоже надеюсь. Вы постоянно участвуете в конкурсах «Евровидение» детское, в Казахстане были конкурсы. Однажды мы даже отбор в Казахстане с Верхи Буланом вели прямой эфир, да? Да, да, да. Нам посчастливилось… Провести тот конкурс, где участвовала ты. Спасибо. Вот, мы наблюдаем за вами, и вы практически круглый год куда-то едете. Постоянные репетиции, постоянные конкурсы. Скажите, пожалуйста, на учебу время хватает? Вообще, у меня, в принципе, не так уж и много конкурсов, в отличие от многих артистов. У меня было совсем мало конкурсов. Можно по пальцам, в принципе, в одной руке пересчитать. Учебу я успеваю делать. Если бы я не успевала с учебой, я бы и не занималась этим. Потому что учеба для меня на первом месте у моих родителей, у моих бабушек-дедушек, у всех-всех-всех людей на земле, нужно всегда-всегда учиться и не забывать об этом. Вот, я все стараюсь сделать. Я практически отличница. Просто по информатике у меня четыре, но там неважно. А кто учитель информатики? Я не скажу. Она хорошая просто учительница, я не буду говорить. Нет-нет, мы просто сделаем… Не будем ругать ее, просто сделаем обращение. Уважаемый учитель информатики… Нет, она хорошая, не надо говорить. Мы знаем, что вы хорошая учительница. Но можно же… Но можно же стать отличной. Да. И просто хорошей. Взять и… Оп, пятерка. Че? Или какая система у вас? Ну, просто я не очень хорошо написала второй ссор, потому что я не успела подготовиться. Ну, я сейчас готовлюсь, я уже подготовилась. Она готовится? Да, я готовлюсь. Вообще, она очень хорошо объясняет. Все учителя в нашей школе, в 56-й гимназии, вот, учатся. Ой, хорошо преподает. Уважаемый коллектив 56-й гимназии, спасибо вам за такую талантливую вашу ученицу. У нас еще очень хороший директор. Нет, директор хороший? Да, я еще хочу поговорить немножко о школе, да. Без проблем, смело. Все, директор, кто? Трудовик, физрук, вы все молодцы, вы классные. Вообще, у нас школа очень хорошая. Да. Там все учатся, там все не халявничают, там все, ну, учителя хорошие, там хорошо преподают. Я все понимаю, это самое главное. И к каждому ученику они относятся как к своему ребенку, это очень хорошо. Вот, я очень люблю учиться, ходить в школу, иногда нет, но люблю. Ну, потому что я же тоже человек. Она же тоже человек. Да. В конце концов, она же тоже человек. А как там кормят? Хорошо? Столовая хорошо? Вкусно? Да, у нас даже фрукты дают. Даже фрукты дают? Да. У нас, мы вчера с моей одноклассницей даже пошли, я яблоко купила. Я не люблю яблоки, но... Но все равно купила. Да, удивление то, что у нас фрукты есть, это очень хорошо. Вот. Там можно еще горячее поесть, но мы не успеваем есть горячее, потому что 10 минут, мы за 10 минут не успеваем. Там еще очередь большая, там все, у нас маленькая дверь и как бы там толпа. Так, уважаемый коллектив 56-й гимназии, расширить дверь немедленно. Видите, не вмещаются люди? Все хорошо, мы немножко учимся на своих ошибках. Ну да. В общем, вот, у нас еще есть горячее, там очень вкусно, там домашняя еда, всем понравится. Там еще булочки, я люблю самсу с сыром, там еще есть курица и сосиска в тесте. Увеличить объем самсу с сыром. Сколько штук продавали? Вдвое больше. Так, дальше. Там еще есть напитки всякие разные, то есть у нас столовой очень хорошая, там еще есть вода бесплатная. Бесплатная вода? Да, и можно пойти и просто набрать так, типа, да. Аннелия, я хочу в твою школу. Я снова хочу в школу. Жаль, что я не могу сказать о своей школе так же. Столовой не было. Информатики вообще не было. Ну, если бы я ходил, наверное, было бы. Ну, ладно, давай о тебе. У тебя лучше, у тебя классно. 56-я гимнадия. А самый любимый предмет какой у вас? У меня все... Сейчас вообще не могу сказать. В пятом классе еще могла сказать, сейчас нет. Потому что сейчас все немножко посложнее, нежели в пятом классе было. Вот. В пятом классе нас еще закаляли. А в шестом классе все уже, все, закалились, все. Вот. Ну, у меня сейчас любима математика, хотя там сложно, но я люблю решать и думать. Замечательно. Я тоже не люблю думать, но чаще всего думаю. Вот. Потом мне нравится английский язык, потому что там просто. Ага. Да. Я там все уже знаю просто. И просто вот как бы говорю, говорю, да. Можно не ходить, да? Можно не ходить. Нет. Нет. Мне очень нравится все. Я всегда самое первое все делаю. Ну, кроме того Люта. Это Люта тоже умный. Во время английского Данелия балуется самсой с сыром где-то в столовой, да? Кстати. Так. Ва-ва-ва. У меня есть лайфхак. Если вы не доели самсу, я не люблю просто, когда доедать самсу, там остается корочка без сыра. И это невкусно. Так. И можно... Надо достать сыр. Нет. Положить сверху. Нет, нет. Нет. Как? Выкидывать хлеб нельзя. Да. Нельзя. Вообще. Никогда не выкидывайте хлеб. Поняли. Поняли. Поэтому... Не, не выкидывай. Поэтому, вы берете эту корочку и ложите на окно. И съедают птички. Еее. О. Вот так. Замечательно. А такой лайфхак? Просто закрыть глаза и съесть. Нет? Нет? Нифига птичкам не достанется. Я сам. Нет, я же добрая птичкам оставлю. Еще у нас есть урок труд. Кстати, я шила фартук. Мне правда помогали, но я шила фартук. Он такой маленький, не для человека. Он для кукол. Для мишек. Нет, он маленький для кукол. Для кукол. Он для кукол. Маленький, 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 но он красивый получился. Он красивый, он нормальный. Он получился. Он разговаривает. Он ест, он спит. Он поет еще. Потом у нас есть еще урок казахский. Так. Там у нас тоже очень... У нас преподает, кстати, классный руководитель, и она очень меня любит. Она меня называет принцессой. А, классный руководитель, у вас учитель по казахскому языку? Да. Да? Дорогие друзья, спонсор сегодняшнего выпуска телепередачи «Хазахтаймс» является школа номер 56. Продолжаем дальше. Гимназия. Гимназия. Где есть самса с сыром. Это не малыш. Потом у нас есть еще... Так. То есть получается, Данелия у нас круглая отличница? Нет. Информатика. Информатика. Только информатика. Но учитель хороший. Но учитель классный. По информатике учитель мне поставил по заслугам. Но мне очень нравится информатика. Мы там, кстати, еще игры создаем. Пока что не создаем, мы просто пишем, что мы создавать будем. Видимо, создавать мы не будем, потому что мы не умеем, не будем создавать. Потому что я не смогу... Все просто. Человек осознал. Что ж вы мучаете? Вот. Ну там все очень интересно. На самом деле у нас очень интересно проходят уроки. Может быть я так рассказываю. Потому что я чаще... Ну, много пропускаем. Мне постоянно говорят. Ну, конечно. Ты же пропускаешь. Поэтому любишь школу. Ну, я успеваю соскучиться по школе. Нет. Давайте заново. Нет, не успеваешь? Давайте заново. Так, давай. Еще раз. Так не скучает она по школе так. Еще раз. А, нет, наоборот, скучаешь. Да, скучаю. Я каждый раз, каждый прихожу вот со школы и уже скучаю. Я, в общем, хочу сказать, что школа у нас офигенная. Все. Вот. Я подытожила. Учитесь, друзья. Учитесь. И еще раз учитесь. Да. А, еще один вопрос. Был ли такой урок? Мы у себя назвали Даша. А как мы у себя называли? Физера, наверное. А, я не хочу на физкультуру. Так. Вот здесь немножко исключения по поводу учителей. Ну, я не говорил это. Все. Скандалы, интриги, расследования. Подробности в школьной жизни Данелии Тулешевой. Продолжаем дальше. Кто же под псевдонимом? По псевдонимом. Псевдонимом. Псевдонима Петровна. Псевдонима Петровна. По кличке. Валя бы? Я не хожу на физкультуру. Так. Давайте. Я. Вот. У меня справка. О, Боже. О, Боже. А ты себе справка. На год. Ага. У меня уже второй год справка на год. С ума сойти. Это лайфхак или что? Это тоже лайфхак. Это тоже лайфхак. Но только если вы... Справку дали, знаешь кто? Справку дали птички. Да, даешь птичкам корочку, а не тебе справку. И все. Но зато она занимается спортом дома. Все? Да, ну, мне по физкультуре учитель говорит, а как ты вообще живешь? Как ты вообще физкультурой живешь? Из этого. Я говорю... А ты ему скажешь, в Америке. Я говорю, я же тоже хожу на массаж. А это в корне меняет дело. Все чемпионы мира ходили на массаж. Ой, как весело. Собостровались. Молодец. Давайте поаплодируем, друзья. Вообще кайфово. Продолжим? Вот, вот. Открытый человек. Вот так и весело проходит. Вот. Ну, мальчики любят физкультуру только по пятницам. Только по пятницам. Потому что по пятницам не играют. А в четверг нельзя? Нет. Они не играют. Они там теоретически матерятся. Такое, кстати, они... А, не буду, а то я сдам. Все можно. Мы не показываем. Вот. Потом мальчики любят. Девочки тоже любят некоторые. Но я боюсь мяча. Я каждый раз, когда они пинают что-то, я так... Я боюсь мяча, что он в меня попадет. Уважаемый мяч. Хватит пугать Данелию. Вот летишь, обойди ее. Вот. Ну, может быть, в будущем полюблю физкультуру. Пока что я тоже люблю, но дома. Вот. Чувствую. Потом... Любовь на расстоянии. Да. В физкультуре. Все. Ну, вот. Еще у нас есть еще... Какой-то урок есть, наверное, еще? Какой-то урок? Какой есть? Ты у меня спрашиваешь? Ну, давай, так. Валеология. Так. Вообще не нужный предмет. Есть такое? Биология есть? Биология. Нет, у нас на следующий год будет. А, нет, на следующий год будет. А! Так. У нас есть еще дополнительные занятия. Дополнительные, так. Спецкурсы называется. Спецкурсы? И чем вы там занимаетесь? Специальные курсы. Ну, я понял, что спецкурсы. Спасибо. А я-то думал, спецназовские курсы. Специфические курсы, да? А как специальные и специфические. А тут спецкурсы — это специальные курсы. Так. У нас есть первый... Я не знаю, я до сих пор не поняла, что это за спецкурсы. Это как я. Мы тоже. Потому что мы там про мату говорим. Случайно спецкурсы не преподает учитель физкультуры? Нет. Нет. Это классный руководитель нам преподает. А у нас сейчас классный час же есть. Но потом о нем. Да ладно. Вот. Потом у нас еще есть спецкурс по физике. Мне, кстати, нравится по физике спецкурс. Он как бы строгий. Он говорит то, что вы от меня не отвяжетесь, если... Никогда не отвяжетесь от меня, потому что я всегда вас буду учить физике. Всегда вам буду давать по 320 задач. Да. Внушительная сумма. 320. У меня вопрос. Когда она рассказывает про учебу, почему она смотрит именно на меня? Прямо по мне видно, да, что я плохо учился, да? Реально? Почему? Если птички кормили, Марат, а учеба там не получается на меня... В общем, по физике мне очень нравится учитель, мне нравится физика, потому что... Я не знаю, почему не нравится. Может быть, дальше мне не будет нравиться. Сейчас мне нравится пока что. Он говорит еще, что на следующий год мы будем на английском проходить физику. Я немножко... Физику на английском? Да. Передай ему. Вот так вот, передай. Вот, мы проходим физику там, вот. Потом у нас есть еще... Был еще спецкурс по английскому, но его сейчас нет. У него все время спрашивают про конкурсы, про песни. А вот, оказывается, про что надо разговаривать с Данилей. Учеба, действительно, у человека, в первую очередь, учеба... Потом спецкурс по русскому у нас еще есть. Там и русский, ну, как бы, логично, да? Конечно, конечно. По моей-то логике, да, в первую очередь. Да, по русскому проходим русский. Потом классный и частный. Русский заметил, она на меня посмотрела. Я поняла то, что ему обидно и на вас посудил. А мне не обидно, понимаешь ли? Я поняла, что у него все плохо с русскому. А тут? Классный и частный у нас все есть. Я не думала, что вы так слышно думал, спою, иду. А ничегошеньки подобного. Я сряжусь, они убежат. А он из сеток приходит. А я думал, спою, иду. Классный час есть. Так. Мы там сидим. Последняя тема, кстати, у нас была очень важная, потому что я почувствовала себя взрослой. Мы проходили проблемы подростков. Ага, здесь надо серьезное лицо. Мы пытались не улыбаться, потому что мы должны были быть умными, потому что подростками же умные и серьезные. Конечно. А мы серьезные как бы. Вот. Мы пытались быть серьезными. Вот. Мы прошли там, сказали, не помню, что сказали, что-то сказали, что не нарушайте правила, и все. Ну я не нарушаю как бы правила, я же правильно. Прихожу в школу, меня отвозят в школу, выхожу потом в школу обратно. Ой, в машину обратно. В физкультуру пропускаешь, не нарушаешь правила. Да, кстати, знаете, у нас даже во вторник, последний урок в физкультуре, я могу пораньше уйти. Йеу! Вот это вот жизнь! На самом деле, многие как бы у нас пропускают... Ну нет, у них тоже справка, наверное. Я просто к другим не лезу, я к себе. Лезешь. Лезешь. Вот, потом... У меня, в принципе, обычная жизнь. Я встаю, умываюсь, потом кушаю. Умываешься? Да, кстати... А у меня через день это было. Не всегда... Горячей водой не всегда было. В общем, ну я умываюсь, чищу зубы, и потом пенка еще для лица, потому что я слежу за лицом. Вот. Ну дальше там, дальше. И ухожу... Дальше там? Не ухожу на кухню. Там мне мама... А там? Да. А там мама. А там мамы нет обычно, она лежит, потому что она устала после того, как она проснулась очень рано, чтобы отвезти... Пошелась очень рано, умылась и устала. Чтобы отвезти, так? Чтобы отправить моих братика и сестренку в школу. Кстати, сестренка зовут Амели, братика зовут Тимур. Вы их тоже приглашайте, они тоже вас рассмешат. Без проблем. Амели и Тимур. Вот человек, пришла сама, технично, родственников. Вот она, Патя. Все по-калавски. Вот. Она отвозит их в школу, поэтому она устала и спит. Но она не спит, она смотрит телефон, смотрит сериал. Кстати, она сериалы начала смотреть. Давай поговорим про сериал. Какой же сериал? А, кстати, я тоже сериалы смотрю. Ага. А знаете, что еще? Что еще? Ну, сериалы же смотрят... Я не буду говорить это маме сейчас. Давай, где мама? Мама в зале? Все, мама удалите из зала. Я смотрела на нее все интервью. Быстренько. Уши закрыть. Нет, мам, не надо. Уши закрыть. Я не буду говорить, а то мне стыдно. У мамы же муж есть. А, вот в чем дело. Ну, просто... Проехали. В общем, она спит. И я захожу, думаю, вот завтрак у меня будет. А, нету, я говорю, иду к маме, говорю, мама, завтрака нет? Что случилось? Она говорит, вон там, посмотри. Я иду, смотрю и вижу. А там есть? Да. Потом я кушаю, и потом мама говорит, что ты капли забыла выпить. А я такая, блин, да, точно забыла выпить капли. А капли это иммунитет повышает, хотя у меня и так повышенный иммунитет. Видно, да? Хотя надо завтрак. Вот, но мне обязательно нужно пить капли. Вот. Я всегда забываю. Мне очень стыдно. Извини, мама, пожалуйста. Ну, в общем, кушаем. Там ничего неинтересного, просто кушаем. Иду, пью чай. Без чая никак, потому что я зависима от чая. Да. Все казахи. Все казахи. С молоком, без молока? Без молока. Ну, с молоком. Молодец. Просто Мара с молоком. Кстати, а Димашин чай очень вкусный. Мы когда были на презентации у него, когда он выпустил свой чай, я пришла. Димаш выпустил свой чай? Да. Но это было не сейчас, это было давно. Практически давно. Ну, не сейчас, да, правильно. Его же не сделал. Нет, нет. Все правильно. В общем, я взяла прям много упаковок. Нам там еще попробовали, попробовать. Ой, дали попробовать. Он безумно вкусный. Я никогда такой чай вкусный не пила. Кроме у Бабики. Бабика — это моя бабушка. Так. Миллиард информации. Сейчас мы все по полочкам. Давай, разберемся. Вот. Начнем. Мы с кухни перешли на Димаша, вернулись к бабушке. Мы со школы перешли на кухню. 56-ая школа. Посмотрели мамин сериал. Узнали, что у нее есть муж. Да. Потом пришли плавно в кухню. Потом нет завтрака. Мама сказала, посмотри там. А там есть завтрак. Там завтрака нет. И мама говорит, зачем тебе завтрак? Лучше капли съешь, выпьешь. И тут на у Димаша вкусный чай. Да. Все. Знаете, у меня... Про Димашин чай. У меня в запасе еще одна упаковка. И там Димаш мне написал теплые слова и автограф. То есть у меня всегда на случай... Экстренный случай у меня всегда есть упаковка чая. А какие слова, если не секрет? Теплые слова? Нет. Какие слова? Я не буду говорить, это очень лично. Ну да. Ну просто надо же. Ну ладно. Да. Вот там очень красивые слова, строчки. У него почерк хороший, видимо. У него почерк красивый. И автограф тоже красивый. Вот. Ну там чай на запас. Ну в общем проехали. Дальше идем. Так, идем дальше. Все. Можем иметь. Прошли этап чая. Дальше идем. Дальше я иду одеваться. Есть. В понедельник, среда, четверг у меня дополнительный по математике. Йоу. А, в среду у меня нет. Понедельник, четверг. Понедельник, четверг. Кстати, знаете что? Я считаю недели. Я считаю недели. Например, если мне говорят 21-го, у тебя концерт. А себя, например, 18-е и пятница. Я сразу вспоминаю дневник. Считаю. Начинаю. Прям у меня дневник перед глазами. И я по дневнику считаю как бы дни недели. То есть я уже. У меня уже даже в глазной памяти уже есть дневник. С ума сойти. Вот. Еще тебе информатичка четверку ставит, да? У тебя в глазной памяти дневник есть. Да, у нее уже в глазах Word Excel. Дневник. Вот. Потом я иду домой. Так. Кушать. Обратно домой вернулись. Кушать. Так, кушать. Капли не забыла? Я не знаю. Иногда забываю, иногда нет. Чаще всего забываю. Давай идем кушать. Идем кушать. Я ем что-то. Я не знаю. Ну, у меня всегда по-одинаковому. Потому что мы не любим разнообразие с Тимой и Милишей. Мы любим все одинаковое, чтобы мы не любим разнообразие. Я это уже сказала, да? Да. А что вы едите? Например, нам готовят пюре. Пюре. Котлеты, отбивные. Отбивные. Без строганов. Без строганов. Без супчиков у нас. Любимое блюдо какое? Не знаю. Наверное, котлета с пюрешкой и салатиком. Знаете, с помидоркой и соленой. Но вы не любите разнообразие. Да. Торт блюда на Твайна Лайна Баганэбэк. Разнообразие. Кстати, нам иногда Баба Ира, моя еще одна бабушка, готовит разные блюда. Мы тоже пробуем. И вот это тоже входит в наш список блюд. Фейворит. Окей. Да, фейворит. Лондон is the capital of Great Britain. Ерке Бланк go to the Blackbirds. Вот. А потом я кушаю. А потом выпиваю капли. А, еще у нас появились теперь дома такие гвоздики. Корни от гвоздики. Тоже иммунитет повышает. Все в доме повышает иммунитет. Елена Тулешева и программа Здоровье продолжает. Елена Малышева, да? Да, а тут у нас Тулешева же. Вот. Потом, после того, как я покушаю, я иду собирать рюкзак под песню Ariana Grande. Я выучила все lyrics of her songs. Например, какую песню? Можешь спеть? Например, хорошо. Так, давай. Я сыграю тебя, как ты собираешь рюкзак. Ты Ariana Grande. Окей, окей. Давай, поехали. Окей. Тун-тун-тун-тун. You got a some type of way. And you... Тун-тун-тун. You got a some type of way. And you're still feeling this way. Надо не только собирать чемодан. Нужно танцевать еще. I don't know. I don't know how you say yo-yo. But I know I shouldn't think about it. To one, look at your face. I wanna know how you say it. Нет, знаете, так нужно. Так. Я, я, да. Давай, понял. И тут из кухни раздается. Капли не забыла? Да. Капли не забыла. Извини, я побываю. Извини, сейчас приду. Ага. У него голос не такой сильный, как у тебя. Он сейчас умрет. Он долго не может петь. Пожалею. Держи нашли. Давай быстрее. У меня уже все. У меня на английском такая. Кислая рука венчается. Я еще не закрываю рюкзак, потому что мне нужно еще положить туда расческу и крем для рук. Понял. Я беру телефон. Ага. Телефон поближе к одежде. А, телефон поближе к одежде. Мама, поглать мне рубашку. Хорошо, я сама пойду поглажу. А телефон же здесь остался. А, телефон делался? Я надеваюсь, но мы это не будем показывать. Нет, нет, не будем показывать. Я надеваю рубашку. Да, я еще телефон должна в рюкзак положить. Ох, ёлка. Да, да. Это я как-то тебе не покажу уже. А, нет, я не ложу рюкзак в телефон. Так, куда? Ой, наоборот. Я пойдем со мной. Так, ага. Все. Я иду. И в это время, дорогие друзья, в школе раздается звонок. Данелия снова опоздала в школу. Ваши аплодисменты. Ваши ветерги. АПЛОДИСМЕНТЫ В тайную жизнь Данелии Тулешевой многое узнали на самом деле. Про школу особенно. Да, то есть это было очень подробно, в деталях. Я думаю, многие поступят в вашу школу. Многие начнут слушать Ариану Гранде. Особенно Димаша. Да, если вы в микрофон будете говорить, будет еще лучше. Хорошо. Да, но особенно мне радостно за птичек. Да. Птички будут благодарны вам вечно. Они мне передали, напели. Спасибо, Данелии. Ваши аплодисменты, давайте поаплодируем. Про творчество, да? Ну давай, про творчество. Времени в огонь. Про творчество. Каждый конкурс для меня это своя история, свой шаг, свой этап. Конечно, самым главным этапом в моей жизни был проект «Голос Диты», которому я всегда буду благодарна и всегда буду любить всех-всех-всех-всех-всех, кто там работал, кто со мной был. Я просто, когда всегда говорю об этом проекте, хочется просто уехать в Киев и там тоже участвовать в съемках. В общем, я очень опять хочу в Киев, и я уверена, что когда будет финал, надеюсь, когда будет финал, я поеду туда и посмотрю все там, вспомню. Обязательно. Обязательно. Вот. Ну, нам тоже очень запомнилось это выступление. Это было очень, по-моему, это одно из самых первых, которое попало в YouTube и прям такие огромные просмотры заработало, да? Кстати, знаете, что там уже больше 30 миллионов. С ума сойти, 30 миллионов. Это достижение. Прямо сейчас мы хотели пригласить вас на сцену и продолжить именно там. Ваши подчеркты, Данелия Тулешева. Данелия Тулешева. Вы знаете, мы наблюдаем за зарубежными шоу. Видели, как выступал Димаш Кудай-Верьен. Мы поняли, в чем фишка этих шоу. Мне кажется, самая главная фишка, главная особенность – это эмоции. Эмоции зрителей. Помните, когда Димаш выступал, там практически все китайцы кричали вот с такими глазами, плакали. На вашем выступлении мы видели Монатика плачущим. А у нас иногда люди немного сдержанно, наверное, выражают эмоции, да? Но мне кажется, это все поправимо. Мне кажется, просто надо людям сказать, что надо быть эмоциональным. И прямо сейчас давайте попробуем сделать эксперимент. Димаш Кудай-Верьен. Димаш Кудай-Верьен. Ну, так сказать, это небольшой конкурс. Кто проявит больше эмоций? Самые эмоциональные зрители. Ень эмоционал де Курирмен. Курмедостар Данелия Тулешвамин. Курим збе кеттек. Вот как любит тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok